Привет, ребятушки! Ну что, сегодня домашняя обстановка, а это значит, что мы немножко поговорим о казуалках и сделаем выстрелы. Время пострелять, погнали! Время пострелять, погнали! Время пострелять! Время пострелять! Время пострелять, погнали! Тем, что я решил использовать только исключительно записанные мной материалы. Как это было, вы сейчас увидите. Я же почувствовал, что поджарка такая волна. Да, как-то так. В общем, я ни капли не жалею, на самом деле, о том, что я потратил два дня на эти эксперименты, потому что я в процессе записи понял некоторые вещи, о которых я даже не догадывался. Например, что у нас звук выстрела, по-боже мой, имеет охереть какую амплитуду. И просто поднеся рекорд, даже с гейном в ноль, ты не сможешь записать мощную атаку, тем более хвост. Да, если ты отойдешь метров на 20, выставишь там более мини-гейн, ты что-то успеешь захватить. Но именно вот этот весь панч, хлест, нужно использовать все-таки другое оборудование. И уже на следующий день я, вооружившись тем, по крайней мере, что я имел, это мои барабанные микрофоны, АКГшка с бочки с 12 и D40 с рабочего, я просто взял и попробовал ими, так как они все-таки намечены на громкие нахлесткие удары, попробовать снять хотя бы с полуметра, с метра взрыв средней и маленькой петарды. Ну и также я более грамотно подошел к настройкам рекордера, я отошел чуть подальше, я добавил чувствительности и пробовал экспериментировать с тем, что я добавлял разные компрессоры, лимитеры. И несмотря на то, что я потратил на это около часа, все-таки пару дублей мне удалось записать. И что из этого вышло, давайте теперь взглянем в проекте. Мы вновь на студии и давайте смотреть, что у нас в проекте. На самом деле не так, чтобы насыщено событие, но тем не менее, как всегда, над нюансами пришлось попотеть изрядно. Как всегда, мы набрасываем какой-то базовый эмбиент, я его записал в лесу, подмешал сюда немножечко огня, так как в кадре у нас горит танк, базовые какие-то шаги, и на удивление у нас эмбиент получился просто практически один в один с референсом. Давайте смотреть референс. И наш результат. По-моему, интересно получилось. Окей, дальше работа предстояла большая, непосредственно над нашим пистолетом, потому что автомат я уже решил сделать чисто по фану, опять же, из того же материала, который был записан. Но, как вы понимаете, как ни крути, как ни меняй фактуры, все равно у нас тело и хвост будут иметь характер, даже если мы будем их крутить там шифтерами, прочими обработками, эквалайзерами, питчерами и так далее, у нас все равно будет автомат похож на пистолет, но об этом чуть позже. Сперва поговорим про наш пистолет. Так как у меня не было, как из какой-нибудь библиотеки, готовых уже там тела, близкого расстояния, дальнего расстояния, отдельно записанных хвостов, у меня, по сути, было три исходника. Первый записанный, записанное плотное тело, которое было снято на рекордер, затем был какой-то пинок, который был снятый на 113 кгшку, и еще щелчок на D40 кгшку. Это я так рассчитывал. Что было по факту, давайте послушаем. Вначале, конечно, мы сюда подмешиваем такие наши щелчки, призвуки, которые были записаны с помощью детского пистолета и заварника для чая. А теперь посмотрим на наше тело, которое было записано на рекордер. Если мы, кстати, уберем все обработки, это исходный материал, который мне удалось записать. Ух ты. Казалось бы, вроде, блин, неплохо, такое прям уже птум, есть. Но он в себе несет, как мне кажется, очень много низкочастотной грязи, которая не соответствует характеру этого пистолета, который я вижу в картинке. То есть мне хотелось изменить характер звучания и, в общем, чтобы он был немножечко другой. Далее. Послушаем, как звучит наша 112-я АКГшка. Ну, такое себе. На удивление. А вот, кто меня искренне порадовал, это 40-я АКГшка, потому что она, помимо того, что захватила звук, она еще уловила вибрацию самой стойки, на которой она находилась. Но это, на самом деле, сыграло на руку, потому что при вот такой вот жестенькой обработке прям под кик она дает прям такой плотный, очень сжатый такой коротенький пиночек. Прям такой... Класс. Ну и дальше работать с отражениями. Это, на самом деле, тот же выстрел, взрыв петарды, только уже немножко с другого расстояния. И, если не ошибаюсь, был с компрессором. Мы здесь жестенько у него отрезаем его атаку, смещаем ее относительно нашего основного пика, и тем самым мы делаем такое типа... Типа супер раннее отражение. Дальше берем еще один хвост, еще жестче вообще срезаем все, оставляем ему только его вот этот хвост, который как раз-таки и служит отражением. И также его еще смещаем, чтобы добиться максимально вот этого эффекта. Так как мы находимся в таком квартале между зданий, у нас должны быть ранние отражения, они должны летать туда-сюда. Помимо того, это все обрабатывается у нас еще дилеем. Здесь у нас есть и шифтер, и также у нас есть дилей. И еще у нас есть автоматизация. Автоматизация по эквалайзеру на всей группе отражений, чтобы как раз-таки по частоткам где-нибудь там от 5-7 тысяч он делал как... Вот добиться вот этого эффекта. И, по-моему, еще что-то здесь вот я даже добавлял на самом первом пинке. Ну вот захотел я так сделать. И таким образом мы получаем вот такой эффект. Вполне реалистично звучит. Ну а дальше я уже начал искать фактуру и сравнивать свое тело пистолета с референсом, но не пытался подогнать его прям один в один по звучанию, а хотел его приблизить к более натуральному звуку, но чтобы он сохранил свою фактуру. И мне кажется, мне с большего удалось это сделать. Итак, у нас на теле, как вы можете видеть, компрессор срезали низ, изменили немножко его шифтером по частотке и сориентировали чуть-чуть поуже, чтобы у нас тело было в итоге результат. Давайте посмотрим результат до и после. Ну то есть мы получили такое огненное тело без низа. Низ мы потом подмешаем. Дальше сюда еще, опять же, для характера добавляем 112. Такой больший, такой песочный низ. Вот наш этот плотный щелчок на сороковке. И отдельно еще записали кик. Ну и все вместе это без тела звучит таким образом. А с отражениями... Еще немаловажная деталь, которую я в очередной раз отметил для себя. Когда работаем с оружием, важно сохранять эту грань и сохранять тот баланс, когда мы стараемся нафаршировать в наш объект столько, чтобы он был прям таким... Но если мы с таким звуком поиграем хотя бы минуту, я думаю, мы вряд ли будем в себе благодарны, потому что мы от этого звука очень сильно устанем. Если мы послушаем в референсе, очень вообще прям... Такой аккуратненький звук. Но он очень насыщенный, характерный, и мы от него не устанем, даже если будем стрелять там полчаса подряд. Ну и, как вы можете заметить, вся группа пистолета опущена прям в минус 8,5, и на всем протяжении работы я пользовался вот таким неплохим плагином, который называется Reference от Mastering the Mix, в котором мы постоянно сравниваем наш референс с оригиналом. То есть выравниваем их по громкости, а дальше, допустим, берем вот эту часть, сделаем вот так. И слушаем. Наш оригинал. И референс. Также можно их сравнивать по частотам. В общем, рекомендую. Ну и в двух словах, если посмотреть на автомат, то я, конечно, попытался изменить как-то частотку, опустить его, там, покрутить питчем, шифтером и так далее, но все равно, все равно тело, оно остается, и оно довольно узнаваемо. Тоже попробовал поменять другой хвост от средней петарды, а не от мелкой. Чуть-чуть это дало своего эффекта, но, я говорю, все равно мы узнаем, что это очень-очень схожее тело. Единственное, что мы можем применить, какой лайфхак, это добавить сюда больше тяжелого железа. Вот такого прям, отщелкивающего прям тяжелого. Ну и дополнительно, чтобы была небольшая разница между тем, мы стреляем все-таки от лица или от плеча, то здесь мы добавляем автоматизацию по эквалайзеру и душим местами где-то верхние частоты, где-то наш низ. Ну и плюс ко всему, на все наши выстрелы у нас лежит сайдчейн, на наш эмбиент, то есть у нас пистолет продавливает его, и автомат еще сильнее. Как-то так. Ну и теперь немножечко козуалки. Для работы я взял очень классный, милый, но немного недооцененный проект Крока от студии Alixplay. Это ребята, с которыми я периодически работаю, и я над этим проектом, если честно, уже работал, но работал всего лишь один день. Я буквально на коленке набросал сюда какие-то звуки, атмосферу, а сейчас мне захотелось более осознанно к нему подойти, проработать некоторые фактуры и с большего собрать какой-то более-менее приемлемый микс. Итак, основная работа была проделана над UI-ками, потому что они все имеют в себе вводную составляющую. Мне захотелось это подчеркнуть. Открытие-закрытие окон, например, потому что мы находимся в каком-то подземелье, какие-то канализационные катакомбы. Та же самая атмосфера в себе имеет большое пространство, ревер, капающий капельки, проходящий чувак мимо нас. Он также там хлюпает на заднем фоне. И это все создаёт такую, ну, прикольную атмосферу. Также, так как у нас главный герой — это наши крокодильчики, было записано много голоса. Также ещё что-то я взял с библиотек, чтобы у них было как можно больше реплик. В общем, максимально их оживить. Из интересного, то, что я успел сделать, помимо работы над выстрелами, это звук получения награды, серум, и блоксы, и треугольник. То же самое. Звуки очков — это серум с каким-то юзер интерфейсом. Звук старта. Звук получения здоровья. И так же много-много всяких приколюх. В самой сцене битвы. Как-то так. Ну что, на сегодня у меня всё. Спасибо большое, что смотрели это видео. Я искренне надеюсь, что мой опыт будет полезным для вас. Как всегда, лайки, дизлайки, комментарии — всё туда. Буду очень рад обратной связи. Ну и до скорых встреч. Увидимся. Пока. Субтитры подогнал «Симон»